Можете рассказать о вашей карьере, о любительской, пожалуйста, потому что в Германии об этом еще пока мало известно. Ну, что касается любительского бокса, у меня подводной список где-то боев за 200. Поэтому я думаю, что это и будет моим приоритетом в этом бою. Боев за 200, где-то боев 50 я проиграл. Были победы и поражения. Я призер в Игры Доброй Воли 1928 года, где я в ровном бою уступил американцу. На мой взгляд, я не уступил его, там так сложилась ситуация, видимо, кому-то так было нужно. Ну, случилось то, что случилось. Потом я вообще из бокса выпал. Опять же сложились жизненные обстоятельства. Затем вернуться было в сборную тяжело, у меня год был перерыв, в сборную вернуться было тяжело. У меня был тренер такой, Лавров Владимир Александрович, он мне предложил попробовать телепрофессионала. Естественно, мнение тренера для меня важно. Я согласен. Начали работу. Провел я 12 боев. Но что-то не сложилось у нас с нашими людьми, с кем мы работали. И пришлось мне, уже у меня появилась семья в это время, ребенок, жена, и нужно было их кормить. И я ушел из бокса, попробовал себя в охранном беде. Я же так, ушел в охранники, жил в Украине долгое время, работал с людьми там. Затем уже, ну, был и в Украине, и в России. Затем, приехав в подмосковный Чехов, я уже эту историю рассказывал, встретил Саня, Павилькина. А мы с ним с детства знакомы, ведь вообще наши города находятся на расстоянии 140 километров между ними. И с детства мы общались довольно-таки близко. Ездили на чемпионат Европы еще в 97-м году. Поэтому, увидев его, я был очень рад и вообще, как бы, воспринял это как шанс мой, как предотначение судьбы. И вот так вот я к нему обратился с просьбой помочь. Да, нет, так и так. Александр дал мне телефон Владимира Шевенова. И потом поэтапно, поэтапно, поэтапно мы начали работать. Сейчас мы дошли к, можно сказать, к той точке, к какой я и стремился. Слава Богу, пока все идет нормально. Поэтому надеюсь, что все будет удачи сказываться хорошо. А вот любительская школа вам помогает на профессиональном ринге тоже? Очень помогает. Знаете, это то, на мой взгляд, без чего не может быть профессионал-обоктер. Хотя есть и противоположные примеры, всем известные. Но все-таки я придерживаюсь того, что в первую очередь должно быть именно вот это любительское, любительский багаж, который так преимуществует в дальнейшем. Ваш бой с Алексеем очень яркая победа. Многие, наверное, эксперты не ожидали, потому что Алексей тоже очень титулованный боксер. Согласен. А вы сами как вот этот бой, вот сейчас, когда прошло столько времени, как вы расцениваете его? Это один из самых таких важных боев в вашей Корее? Одна из самых важных побед? На самом деле, да. Я готовился серьезно к этому бою. Я к каждому бою готовлю серьезно. Поэтому, ну, важность боя еще заключалась в том, что, как бы, ну, давайте не будем забывать, что у Алексеевых тоже много побед. Много медалей, которые он заработал для страны, для нашей, для России. Ну, сложились обстоятельства, он уехал в Германию. То, что там, как получилось с этим интервью непонятным, я не знаю на самом деле. Не мне вкус делать вывод, не судить кого-то, поэтому, или осуждать. Поэтому, ну, сложились обстоятельства. Вышли, не уйти от этого, разобрались, поможете. Никаких претензий, только сход. Надеюсь, что и он на меня. Мы знали, каким видом спорта мы занимаемся. И здесь в любой момент может быть палка от двух конца. Вы уже, по-моему, в Германии один раз боксировали, да? Один бой у нас был уже. А какие впечатления у вас остаются о Германии? Или вот сейчас какие впечатления первые о Берлине? Впечатления на самом деле тоже яркие. Потому что, ну, бои получают у меня, слава Богу, хорошие Германии. Да, и как, десять лет назад я был, ну, примерно восемь-десять лет. То есть последние бои, вот, ну, на самом деле много очень труда. Мы к каждому бою готовимся три месяца. Когда начинается подготовка, как подумаешь, елки-палки, три месяца, такой похотой. Ну, потом уходишь, слава Богу, там все получается. Понимаешь, что все это было сделано не напрасно. Все, что мы делаем, мы делаем все это для того, чтобы было все хорошо. Скажу честно, у меня у вас такое-то совсем другое впечатление сложилось после вчерашней пресс-тренировки и пресс-конференции, потому что как бы такого человека, такое закрыто, неразговорчиво. А сейчас во время разговора совсем другое. Как вы это можете объяснить? Знаете, не могу я вот, как бы, на публике сам рассказывать, объяснять. А так-то вообще я могу поговорить? Я ничего не открываю, ни от кого. Поэтому, пожалуйста, можно поговорить. Только не при людях, не а так открыть. Грядущий бой в субботу. Вот пару слов. Я понимаю, что тактику раскрывать никто не будет. Это понятно все. Это как бы самый важный бой в вашей карьере сейчас на данном этапе? Конечно, безусловно. Это очень важный бой в моей карьере. Я опять же повторюсь, все, что мы делали до этого, мы делали для этого. Поэтому и здесь, в случае, мы на финише. То, что чужое поле, как бы, думаете все-таки о нокауте? Или просто будете постараться показать то, что сейчас способно лучшее? То, что чужое поле или твое, никаких проблем. То есть, это не мне. Здесь эта роль не играет. Просто будем делать свою работу в стороне. То, что мы уже готовили, тренировали. Очень много людей приедет поддержать меня. И Сашу Поветкина. Поэтому, я думаю, что и немцы, русскоговорящие, русские немцы, скажем так, приедут нас поддержать. И в этот раз нас будет много. А вы знаете, что русские тоже умеют болеть. Поэтому, думаю, нам это придат еще больше силы. И мы победим. Спасибо большое. Спасибо.